И запомните самое главное. Счастье только внутри. Если вы ищете его где-то на стороне, если вы счастливы только потому, что кто-то что-то сделал, кто-то вас любит, кто-то не любит, если вы счастливы то, что происходит вокруг, а не потому, что по определению вы счастливы, вы не счастливы, вы просто всегда находитесь в поисках счастья. И помните самое главное еще то, что цветы растут и в аду, а говно попахивает и в раю. Очень важный момент, если вы родитель. Не будьте своему ребенку родителем. Будьте наставником через то, что вы будете для своего ребенка другом, близким другом, тем, с кем можно делиться. Поверьте, достаточно, если вы проигнорируете или не услышите вашего ребенка, крик о помощи, а это обычно всегда просто такое непрямое для вас высказывание, но это крик. Один раз вы это проигнорируете, все, вы потеряете своего ребенка, потому что он никогда больше не будет вам доверять, никогда больше не будет делиться с вами, скорее всего, больше ни с кем не будет делиться этими трудностями и переживаниями, замкнется в себе. Это очень плохо, это крайне негативно сказывается и на здоровье, и на психике человека. А не забывайте, что ребенок такой же человек, как и вы, если вдруг вы там его решили, как собачку где-то за что-то наказывать или еще что-то. Будьте своему ребенку реальным помощником, будьте своему ребенку реальным другом. Только тогда можно говорить о том, что вы родитель. Привет, друзья! Сегодня у нас философские размышления на тему Дед Мороз или Бог, Бог или Дед Мороз. Да, кому-то может показаться это смешным и нелепым, но на самом деле это очень глубоко. И если вы хотите жить более-менее счастливо, нужно жить разумно. Если вы из тех, кто наивно полагает, что христианство это религия добра и любви, вы глубоко заблуждаетесь. Посмотрите. Ведь все очень видно, очевидно и ясно. Построена она целиком и полностью на страхе и подчинении. На страхе того, что вас не пустят в рай. На страхе того, что вас закажут за какие-то ваши провинности. Какие только интересно. На страхе того, что вы будете обречены на вечные муки, если вдруг не поверите в Иисуса Христа, кстати, первого зомби на земле. А все страхи проистекают из-за того, что люди боятся. Действительно, боятся того, что нет души. Не хотят принимать того простого факта, что все мы с вами обычные биомашины, биороботы. То, кем мы являемся, целиком и полностью зависит от нашего генетического кода, заложенного в ДНК. А то, как мы себя ведем и чувствуем, в первую очередь определяется тем, какой у нас внутренний химический фон. Гормоны управляют нами. Если вы этого не понимаете, то сказки про Бога помогут вам жить, не сходя с ума. Потому что сложно принять тот простой факт, что мы с вами, когда умираем, перестаем существовать в этой реальности. Но этот мир целиком и полностью состоит из мельчайших частиц, которыми мы с вами и являемся. И по факту, умирая, мы распадаемся на все эти мельчайшие частицы, вещества. И по факту, по факту мы этим самым бессмертны. Но не забывайте, что слабым духом всегда нужен царь и Бог. Давайте потихонечку разбираться. Смотрите. У одного был сын, у другого внучка. Один проклял всех своих детей, обрекая их на вечные муки и рождаемость в муках. Выгнал из дома без как-то какого-либо возврата. А другой никого не убивал, делал всегда добро. Да. В основном дарил подарки тем, кто хорошо себя вел. Но разница большая. Он не ставил никаких условий. А самое главное, он не ставил самого главного, тупого, нелепого условия, в отличие от первого. Неважно, кто ты, что ты, каким ты был человеком, каким ты являешься человеком. Самое главное, чтобы ты получал от него добро и позитив, нужно в него просто верить. То есть, можешь быть убийцей, можешь быть кем угодно, но поверив в него, покаясь, ты получаешь прощение. И это касается не только православия, а вообще в принципе всех христианских религий. Насколько задумаетесь, нужно быть лицемерным, низменным, мерзким, что тебе вообще в принципе все равно, кто что. Главное, чтобы верили и принимали. Похоже на одно бункерное чмодо. Поэтому, друзья, думайте всегда головой, анализируйте, ведь все открыто. Один, хоть и говорит, что он там любит, всех помогает, да, но только если вы в него верите. А подумайте, за что он проклял, опрекая на вечные муки людей. За то, что они его просто ослушались. А ослушались с чего? Съели плод с дерева познания. Вот это основное, на чем можно вообще заканчивать было изучение сказки про Бога. И где нужно понимать, что сказки про Деда Мороза гораздо полезнее сказок про Бога. О чем я? Поставьте на паузу, интересно ваше мнение в комментариях. На самом деле это очень-очень тонкий момент, на который следует обращать внимание. Ведь посмотрите, это напрямую показывает нам, что для Бога главное, чтобы вы были тупым рабом. С буквой Z никак не ассоциируется. Не думающим, тупо верящим. Но самое главное, где древо познания не просто так называлось. Богу не нужно, а на самом деле власть имущим не нужно, чтобы вы вообще в чем-то понимали, что-то разбирались. Не дай Бог, как говорится. Ведь умного невозможно обмануть. Знающего, понимающего человека очень сложно поймать в сети манипуляций, если вы об этом не задумывались. И о чем это говорит? О том, что для Бога важно, чтобы вы были тупой овцой, стадной, не имеющим ни своего мнения, ни своих желаний. А насколько еще честно по отношению к тем, кого ты создал, наделить его всеми чувствами, эмоциями. Но именно на основе этих чувств и эмоций строить основные запреты, заповеди. Никто не говорит, что да, если бы все люди на самом деле придерживались заповедей, возможно, жизнь была и лучше. Но здесь снова возникают вопросы, на которые адекватный человек сразу находит в себе ответы и объяснения. И все связано, посмотрите, только с управлением. Тогда, когда европейское общество обрело христианского Бога. Тогда, когда на тот момент Римская империя, которая управляла всем известным миром, рухнула и потеряла свою физическую силу, свою реальную возможность управлять не просто людьми, управлять государствами. Ведь царь, извините, король европейской страны любой, это был наместник Бога на земле, и нельзя было ничего ему противопоставлять. Но даже короли боялись, нет, не Бога, конечно, они понимали, как все устроено. Боялись именно того, что священники могли объявить его вне закона, грубо говоря, чтобы было понятно простому современному человеку. Когда вы начинаете рассматривать все с разных сторон, не то, как вам говорят, а вникать в конкретные слова, в суть, в поступки, вы видите и понимаете, что Бог — это не любовь. Любовь, она всепрощающая. И представьте себе, особенно если вы родитель, особенно если вы мама, своего ребенка. Посмотрите, как много случаев в жизни, когда ребенок откровенно достоин казни, смерти за какие-то преступления, нечеловеческие преступления. Но мать все равно, понимая все это, продолжает его любить. Кому интересно, почему, напишите в комментариях, и, возможно, расскажу вам. Ведь все есть гормоны. И если кто-то из вас думает, что он является таким-то, таким-то человеком, потому что он такой-то, такой человек и таким себя создал, это тоже заблуждение. В большей степени процентов на 99, если не на 100, это все зависит от тех же гормонов, от того набора ДНК, которое вы получили от своих родителей, к сожалению. Да, можно работать над собой, нужно работать над собой, это не отменяет этого. Но, друзья, вы же помните, я всегда вам говорю, говорил и буду говорить. Но это не я придумал, это современная наука. Все, что мы с вами не используем, атрофируется. Будь то мышцы, будь то нейроны в нашей голове. Вот почему важно, полезно давать нагрузку себе и физическую, и ментальную, духовную, как хотите называйте, и заставлять котелок варить, играть в шахматы. Это лучшее, что может быть наряду с изучением иностранных языков. Не важно, друзья, не нужно достигать там гроссмейстерских результатов или становиться переводчиком международного уровня. Нет, достаточно просто нагружать себя. Да, это вам не корень из четырех, и английский у меня отстойный, честно вам скажу. Но я пытаюсь, пытаюсь по мере времени и сил своих заставлять себя его изучать. И играю в шахматы. Иногда с друзьями, но чаще всего в программе в смартфоне. Это очень удобно, это очень интересно, захватывающе. И самое главное, вы понимаете, чувствуете, что самое главное, как ваш мозг вам после этого благодарен. Поэтому, друзья, если вдруг вы еще думаете, нужна ли вам религия, особенно в школах, вашим детям, задумайтесь об этом. Стоит ли воспитывать из своего ребенка изначально, раба системы? Это как современное образование. Никто не говорит, что оно не нужно. Но современное образование, любое, каким бы классным оно ни было, возможно, кроме финского, направлено не на то, чтобы мы с вами обучились чему-то и имели прикладное значение, прикладное умение после того, как мы закончим среднюю школу. Нет, заметьте, оно учит подчинению, оно учит быть, как все, не выделяться. Да, для человека это очень важно, умение коммуницировать. Но умение коммуницировать, это не значит блеять, как все. Если вы сомневаетесь, что вас можно заставить блеять, как все, друзья, ну, просто посмотрите на учпоп того же советского времени, когда проводились эксперименты на взрослых, на подростках, на детях. Просто обычный пример, не верите мне, полистайте YouTube. Сажали людей, детей, взрослых, и ставили перед ними две-три пирамиды. Одна из которых была черная, условно, остальные белого цвета. И эксперимент проводился как раз-таки над одним человеком. Все остальные, к примеру, там было 10 человек, да, 9 остальных, якобы, испытуемых, это были подсадные утки, которые говорили, что говорить. И вот, когда ты сидишь такой, и у тебя перед глазами ты явно видишь, что пирамидка одна черная, но до тебя тебя так сажают, что ты обычно отвечаешь последним. Все уверенно говорят, что все пирамиды белые. И что вы думаете? Больше, чем в 90% случаев и дети, и подростки, и взрослые говорят, что все пирамидки белые. Когда потом их спрашивают, я думаю, вам понятно, почему они отвечают, что они ответили неправильно. Еще тоже есть один очень интересный эксперимент. Да таких экспериментов на самом деле море. Если не больше. Не буду вам их всех перечислять, я думаю, вы суть уловили. Если вы вдруг думаете, что вы не подвержены пропаганде, стадному мышлению, на самом деле единицы, единицы таких людей. На самом деле я сам даже не являюсь таким человеком. Точнее сказать, не являлся. Сейчас я, наверное, все-таки отличаюсь от большинства, потому что продолжаю говорить правду. Хотя, живя я в Мордоре, я бы тоже, наверное, зюзюкал и кричал о величии. К сожалению, думаю, что, наверное, тоже. Так что, друзья, вам не нужен Бог для того, чтобы жить счастливо. Религия разделяет, очень сильно отдаляет людей друг от друга. Я знаю, о чем говорю, у меня брат младший, мама, очень сильно верующие люди. С братом мы очень сильно из-за этого разделились. И с мамой у меня пропал тот коннект, который у меня всегда с ней был, как у сына с родителем, с мамой именно. Да, я понимаю, что это в большей степени моя вина, но я не могу, к примеру, поддакивать и говорить, когда мне говорят какие-то смешные вещи, особенно написанные в каких-то сказках. Ну, давайте верить во все. Давайте верить в Деда Мороза. Я же вам привел пример. Чем отличается Дед Мороз от Бога? Как он в лучшую сторону отличается? Так почему мы верим в очень мерзкое существо, которое только и думает, как тебя наказать, уничтожить, поработить? Это не любовь, друзья. И прекрасным дедушкой, снучкой, которые бегают по миру, плетают, дарят добро. Что вам важно? Добро или мерзкое лицемерие? Понимаю очень сложный для понимания ролик. Всем хейтерам привет в очередной раз. Повод накидать меня грязью. Жду, когда меня церковь официально предаст анафеме. Для меня это будет как орден. И призываю всех вас тоже думать, думать, размышлять, рассуждать. Еще один факт под конец. Вы когда-нибудь допускали себе, что вы больны психически? Что, возможно, у вас есть какие-то отклонения, что вы ненормальный человек? Не торопитесь, остановитесь снова, остановите видео, поставьте на паузу, подумайте. Мне очень интересно, что вы напишите, если это будет честно и искренне. Так вот, друзья. Психиатрия говорит, что психически больной человек с отклонениями никогда, даже под сомнение не поставит, что он идеально здоров. Так что, друзья, удачи нам всем.